Девушки отдыхают 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 Девушка Девушки отдыхают 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 Неразговорчивый человек попался. Эй, проснись. Как можно только спать. Ну, теперь доставай эту говяжью печенку. Судья, тут такое дело. Где-то я ее, конечно, клал. Ты брал ее вообще? Только не говори, что ты ее не взял. Да нет, я брал ее, я ее положил. Но вообще-то я мог ее приберечь для ужина. Да что же это такое? Пошли на рыбалку, а на деку не взяли. На тебе 10 центов. Отправляйся и принеси пухачек печенки, ну. Ладно, хорошо. Я все принесу. А что, ботинки не надеваешь? Ботинки. Ботинки надо поберечь. А ноги поберечь не надо. Фестиваль мороженого и сладостей. Матер Иисус. Матер Иисус. Матер Иисус. Матер Иисус. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мама и папа всегда подразнивают меня на то, что я им говорю, что тебе для меня нет никакого дела. Наверное, у тебя там на теле девушка появилась. Ну, даже если бы это было и так, мне кажется, за тобой плёсывают все парни города. Да, какая разница. Больно они мне нужны. Я ждала другого человека. Смирно. Послушай, что самая красивая девушка на фестивале грустит и стоит одна. Возьмите теночку. Да я вообще-то не очень умею это делать. А хотя по здравому размышлению, давай-ка кусочек. Пожалуйста, руки сполосните, Вадим. Привет, дядя Билли. Привет, дядя Билли. А, привет. Вы не делаете это, да? Вы не правильное делаете. В чём дело? Руку покажи. Ну, конечно, налипло. Это неудивительно. Ну-ка, дай кяв. Я покажу тебе. Иди, 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 иди ещё, сполосни руки как следует. Чтоб не налипало. Хорошо, дядя Билли, я сейчас. А мы будем тянуть. Нет, нет, нет. Сюда, сюда, дорогуша. Здесь нужно сильно тянуть, иначе не тянущики получатся, а как-нибудь ерунда. Они могут камками получатся. Главное, тянуть, тянуть. Надо сосредоточиться. Главное, всё делать с предельным вниманием и любовью. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Д설버 Можешь, как мы сейчас Нет И еще одну? Нет. Осторожно, у него нож. Скорее, доктора, быстрее. Он его порезал. Порезал, у него нож. Он флэма порезал. Мы видели, мы все это видели. Да ничего, рано пустяковое. Все равно врача надо. Эй, дядя Билли. Дядя Билли. Дядя Билли. Дядя Билли. Да подожди, мы играем. Дядя Билли, важное дело. Да нет, я должен переиграть. Я отлёкся. Какая разница? Удар сделан и всё. Ничего, ничего. Пусть бьёт. Хорошо. Вот так. Ничего, отойди, отойди, отойди. Дядя Билли, ну. Он милит. Он милит. И еще чуть. Попахнулся, промахнулся. Это моя. Это уже мой рак. Отлично. Победа. Победил достойниче. Он потерял войну с человеком, который мог бы разговаривать. Понятно. Теперь, почему Юг проиграл войну? С такими-то типами. Не честно играйте. Что ты орёшь? Ты помешал мне играть. Я люблю, у меня первый клиент. Что это? Это Бог Гиллис. А что он сделал? Он подрезал Лема Телли. Говорят, он специально послал за мной. И что же дальше? Пока не знаю, я еще не разбирался. Он послал специально за мной. Это будет отличное дело. Я буду его защищать. Громкое дело. Я бы не торопился на твоем месте. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Эй, Элли Мэй. Интересное дело. Надо пойти выяснить, что к чему. Ну и ну. Вы должны идти там с мной, потому что Юл Лабер получит возможность быть. Сейчас начнется. Что такое Элли Мэй? У меня первый клиент. Джером, я знала, я знала, что ты продлёшься. Я хочу все тебе рассказать. Все до самых мельчайших подробностей. Наверное, Мерфи знает уже все. Надо с ним переговорить. Где Джером? Я не позволю этого. Чтобы он защищал этого типа. Что еще такое? Он уже достаточно натворил. Папа, что это не так? Что-то не так? Не понимаю, в чем дело? Что-то не так? Если ты собираешься обсуждать семейные дела перед посторонним, то я этого не хочу делать. Элли Мэй не посторонний. Мне лучше уйти. Не надо. Хорошо. Я не буду стесняться. Кэрри, в чем дело? Ты что, перегрелась на солнце? Помолчи, Рис. Я знаю, что ты нестешь ответственность за то, что происходит. Ты собираешься защищать этого человека? Мистер Киллис? Еще бы. Нет, этого не бывать. То есть, как-то не бывать. Я полагаю, ты знаешь, что стоит за всем этим. Нет? Тогда я тебе скажу. Они дрались из-за этой девчонки в Салуне. Мама, все было не так. Кэрри, ты собираешь самую ложную информацию в городе. Причем столько. Кто тебе рассказал все это? Вирджиния Мэйдью. Вирджиния Мэйдью. А ей рассказал отец. Она, значит, прям-таки тебе рассказала. Она была в ней себя. Я знаю, что вы меня не любите, мистер Крис. Я знаю, что вы не любите, мистер Крис. И я знаю, что вы не позволяете Джером встречаться со мной. Но я хочу вам вот что сказать. Если бы Джером был хотя бы в половину такой грубой, как вы, он был бы неподходящим человеком для меня. Ты слышал? Ты слышал? Она меня искорбляет. Кэрри, по-моему, ты сама зашла слишком далеко. О, нет, если бы отец Рома был жив, твой брат поддержал бы меня, судья Крис. Теперь ты собираешься защищать ее публично в суде. Ну, теперь, Рома, ты знаешь отношение твоей матери к этому. Похоже, ты потерял первого клиента. Это тяжело, так же. Нет, дядя Билли, я не успел. Или я ничего не потерял. Почему? Мама, я достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно. Я пообещал защищать мистера Гиллиса, и я выполню свое обещание. Проходите сюда, преподобный отец. Прошу вас. Вот сюда. Мы вам заняли место. Приветствую, преподобный отец. Прошу вас. Это вам. Прошу вас. Продолжение следует... 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 Заседание суда прерывается до завтрашнего утра. Надеюсь, что заседание завтра будет быстрым, для того, чтобы всем нам успеть на встречу ветеранов конфедерации, которая начнется в полдень. Преподобный, какой визит? Прошу, прошу, походите. Не ждал, но рад такой чести. Пододвинь кресло проповеднику. Устраивайтесь поудобнее. Похоже. Вы застукали меня, так сказать, с поличным. Я надеюсь, не оскорбитесь, что я после таком утомительного дня решил немножечко принять, так сказать. Ну что вы, что вы, судья. Тем более в такой день. Разве мужчина не может себе позволить? Ясно. Ну, надо take care of itself. Вы ведь присутствовали, судья, тоже. Да, конечно, я, собственно, по этому поводу и пришел. По поводу Боба Гиллиса. Иногда в суде, вы ведь сами знаете, правосудие и справедливость не сочетаются. В общем, да, но я старался всегда, чтобы они шли рука о руку. Да и потом. Кажется, в деле уже нет ничего неясного. Практически расследование завершено. Допросы закончились. Осталось принять решение. Вильям, я должен выполнить свой долг. Долг христианина. Я собираюсь нарушить обещание, которое дал давно. Обещание хранить тайну. Из-за того, что мне кажется, творится несправедливость. Вот как. Начинайте. 25 лет тому назад это все началось. Представители юстиции. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать. Субтитры делал DimaTorzok Да, я тоже хочу вернуться. Да, я тоже хочу. О, Дем! Дем! Давайте, соответственно. Дему, давайте. Дем. Ну, иди, иди сюда. Где ты там? ты еще положил глаз на мою шубу и звенота да я чтоб я к ней прикоснулся еще да ладно будешь хорошо себя вести разрешу проносить знаешь джентльмена по фамилии мэйдью сенатор что тогда передай ему это обязательно обязательно он должен это получить ты понял меня ну да кстати я так я сыграю так что никто устоять не сможет хорошо тогда приходи у меня еще будет тебе мне понравится мне нравится когда в таком боевом настроении судья добро пожаловать ветераны конфедерации привет джина привет дэлси что там у тебя все самое вкусненькое все по распоряжению господина судьи что происходит я же говорю мы потеряли большой барабан как его можно потерять кто-то его стащил он нам нужен но без него играть не сможем вы можете приступать господин обвинитель ваша честь у меня есть дополнительная информация я предлагаю по вновь открывшимся обстоятельствам открыть дело вновь я хочу снова вызвать обвиняемого для перекрестного допроса прошу мистер мэйдью продолжайте пожалуйста займите место для дачи свидетельских показаний ваша честь поскольку я за соблюдение процедуры отказался в участии в судебном разбирательстве я стал обычным обывателем и членом нашего сообщества я могу принять участие теперь необычным обывателем и присутствующим человеком очень уважаемым спасибо конечно вы можете при чести в таком случае я хочу объявить себя помощником защитника и занять свое место раз уж дело открыто вновь мистер гиллес мистер гиллес вы всегда были человеком не склонны на силие я всегда оставлял покой тех кто ко мне не приставал понял как было имя человека которого вы когда-то убили я никогда не смотрел его документы это не было убийство это была самозащита но вас осудили да и вас посадили в тюрьму да и присяжные признали вас виновным да потому что я отказался давать показания и так вас приговорили позитивному по жизненному заключению и вы отказываетесь теперь да они здесь не нужны это не имеет отношения к делу судья приз у меня нет вопросов ваша честь но дядя билли неужели защита не заинтересована в допросе судья приз у меня есть другой свидетель я хочу вызвать его это очень важный свидетель я прошу вызвать преподобного эшли бранта выклядетесь говорить правду только правду ничего кроме правды и да поможет вам бог клянусь преподобный брант до того как вы прибыли в этот город переехали сюда чем вы занимались ранее до того как я принял священный стан я служил в артиллерии в той самой войне войне на стороне бунтовщиков нет на стороне южной конфедерации достойно достойно да позвольте ваша честь я не знаю ни одного человека который осудил бы священную цель защиты интереса своего сообщества но несмотря на священную память о тех кто погиб и тех кто защищал интересы конфедерации я не понимаю никакой возможной связи между тем военным подружным списком преподобного гранта этим человеком делится а 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 у а а а а а а а в суде тем более столь важные исторические факты никогда не помешают подобными продолжайте как многие из вас знают я родом из Вирджинии в тот день когда мой штат отказался в Союз Штатов я пошел в артиллерии я тогда не был офицером я был рядовым но все офицеры во время войны погибли те кто был рангом выше меня я постепенно рос званием мы дрались честно мы дрались честно до самого конца но у нас не потолу людей во время боев чтобы наш орудие настал день когда мы не могли воевать конфедерации шестьдесят четвертом году отчаянно нуждалась в людях и так сэр я взял небольшой отпуск открылся в Ричмонд чтобы повидать нашего губернатора я сказал ему сэр я пришел сюда чтобы получить людей чтобы обслуживать нашу батарею он засмеялся и сказал сообщите мне где их можно найти я ответил ему в Кандалах в городской тюрьме он сказал вы пришли слишком поздно молодой человек я освободил всех осужденных которые согласились драться за свободу остались только пожизненно осужденные но я не послал освободить они работают в саду строят оборонительные крепления он ответил мне отказом но я спорил с ним в конце концов я убедил его он дал мне разрешение воспользователя он подписал бумагу и собственной рукой поставил печать штата Вирджиния я отправился назад и нашел всех осужденных я построил их в цепь в череду и обратился к ним если вы пойдете со мной вы отправитесь прямо в ад вы будете страдать смерть он будет украшать вам но сказал я им если вы пойдете со мной вы пойдете как свободные люди солдаты конфедерации ваше прошлое останется позади а ваше будущее если вы сможете видеть будет уже в ваших собственных руках я могу пообещать вам только это если вы выполните свой долг если вы будете честно драться если храбрость и честь вашего вас не подберутся если вы вы стоите до конца и кто-то из вас выживет он не вернется обратно в тюрьму на него не наденут больше никогда решайте сами те кто решит остаться пусть стоят на месте те кто пойдет со мной пусть сделают шаг вперед господа присяжные я должен сказать вам на меня накатила как будто волна морская они шагнули все вперед до одного с тех пор наш батальон получил название батальон из ада адский батальон эти люди мои соратники дрались со мной как настоящие мужчины рабрецы герои и умирали как мужчины храбрецы и герои был среди них один о котором я хотел бы сказать особо он стоял крепко как кремень являл чудеса храбрости его слово было словом солдата и настоящего мужчину он был не многословен но в любых отстоятельствах он держал свое слово он был родом с гор из моего штата как я сказал он был неразговорщик но в бою ему не было замены как-то я видел как он спас офицера штатов которого свои бросили раненого он вынес его с поля боя человеческая жизнь была и для него дорога даже жизнь противника и вот настали для нас тяжкие времена да мы иногда прорывались и в наступлении и мы именем божьим наук так флагом с нашими цветами наперевес рвались вперед неся с честью наши флаги но настал другой день почти все погибли у орудий никого уже не оставалось и я увидел этого человека у него не оставалось споряда орудие было разбито и у него была лишь рама в руках как он и ей угрожал противнику несмотря на неминуемую смерть он не отступил но подоспела наша пехота что спасло его он не сдался несмотря на то что стоял один у меня у меня и сейчас эта картина как будто перед глазами такой силы человеческого духа я в жизни не встречал и должен сказать что этот человек жил среди нас он приехал сюда для того чтобы помогать своей дочери он дал ей образование помог жильем и делал это через меня я стал опекуном его дочери элли мэй господа как солдат я знал этого человека под именем Роджера Гиллиски вы знали его под именем Роджера Гиллиски уйдите с дороги вы не видите этой бедняжки нужна настоящая матушка отлично молодцы здорово продолжайте продолжайте не останавливайтесь мэй 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 гээлл на это я гин г г Продолжение следует...